И всем привет, ребят, с вами Мистер Байнка, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем тестировать новый обновленный шафт на триплет, который является супер-мега жестким, прям нагибаторским. Многие ребята меня просили, чтобы я его протестировал в рамках нашего основного канала, потому что на втором канале этот видеоролик уже выходил, но я имею ввиду именно это устройство, поэтому если вы вдруг еще не подписаны на второй канал, ссылочка в описании на него имеется, переходите обязательно, подписывайтесь и смотрите видеоролики по нашим мультам, которые здесь у нас уже не выходят. Ну и сегодня мы будем играть на Крусейдера шафте с триплетом, именно Крусейдера вы так сильно просили, чтобы я протестировал с этим шафтом, по дрону мы берем бустеры, ну и отправляемся в матчмейкинг, стараться давать как можно больше киллов, по режиму я даже и не знаю куда, если честно, мне пикнуть лучше. Ну давайте сыграем контроль точек, посмотрим что получится у нас сделать на шафте с триплетом в этом режимчике, по шафту в целом я скажу, что это супер аркадный шафт, который стал именно благодаря новому обновлению. В таком виде шафт я думаю, что долго не продержится, потому что это устройство вышло на какой-то мега жесткий уровень и оно является сейчас супер-супер-мега сильным и по балансу я бы сказал, что оно примерно в таком же балансе, как и Гром с Кувалдой, который является тоже очень и очень сильным. Ну и рельса со скаутом мне тоже сейчас нравится, то есть вот для меня сейчас эти три вооружения очень жесткие и все зависит от того, есть ли резист от шафта, либо от Грома, либо от рельсы у противника. Если резов от этих вооружений нет, то они показывают супер-хороший и жесткий результат. Ну и давайте посмотрим, что у нас получится в рамках этого боя. Я так понимаю, что у нас уже здесь скорее всего будет досрочка, потому что я спокойнейшим образом контролирую вражеский респаун и меня даже отсюда никто не старается выбивать. Дальность у этого шафта падает, поэтому нужно всегда стараться держать среднюю дистанцию и уже с нее бэмсить и наваливать урончик. Ну и насчет овердрайва Крусейдера попробуем его тоже где-нибудь реализовать. У меня уже счет 9 к 0 за полторы минуты от начала этой катки. По иммункам у противника есть, вернее мне какую иммунку взять, там есть Твин Сэми, поэтому наверное мы сейчас, если что, переоденемся. Так, и чуть-чуть дистанцию, чуть-чуть дистанцию делаем, чтобы залетел контентовый овердрайвик и мы спокойно слили противничка. Теперь занимаем левую позицию на пушинге против легких и средних танков этот шафт показывает себя супер жестко. Плюс у него есть криты против тяжелых танков, чуть-чуть потяжелее, но в целом даже против тяжей можно себя хорошо показывать и реализовывать. У нас уже 12 килов, ну и это похоже на какую-то быструю супер досрочку и бесшансовую катку для противника. Если она такой и будет, то я думаю, что мы давайте запикаемся еще в ТДМочку и попробуем реализовать это вооружение там. Почему именно ТДМ? Потому что там есть больше шанс досрочки. Для меня, ну, хотелось бы, наверное, сыграть лучше два таких не супер больших боя, чем играть сейчас еще после какой-то супер долгий боечек. Да, то есть поэтому сыграем ТДМочку в надежде, что там будет у нас тоже до срочи очка. Но здесь просто без шансов, да, то есть я даже особо здесь и делать ничего не должен. Просто на пуши, если я с первого респа мог запушить и сразу дать более 5 килов на вражеском спауне, это уже о очень многом говорит в бою. Да, то есть, ну и в целом о вооружении говорит. Если ты можешь на вооружении просто приехать на вражеский спаун и начать накидывать большое количество урона, это значит, что вооружение находится в полном порядке. Да, то есть не каждая пушка может дать тебе возможности пожить на вражеском респе, это раз, и два, еще поуничтожать большое количество оппонента. На этом вооружении это получается очень и очень просто. Так, в очередной раз у нас Твинс Сэмми здесь пытается накидывать по нам урон, благо у меня здесь расходка просто откэдэшивается сразу. Ну и будет сейчас у меня еще овердрайв, который надо попробовать реализовать. Одну тычку здесь по викингу выдаем. Быстренько, ой-ой-ой, чуть вниз не упал. Сбреваем еще одного молодого человека. Ну и здесь давайте просто вот так вот бэмсанем. Ой-ой-ой, почему так? Почему мне показало, что сосулечка вниз летит, а на самом деле она пошла поверху. Я думал, сейчас красиво бэмсанем и попадем. Ну и что у нас по катке? 16 на 3. 16 на 3, ну так чисто залетел, 16 на 3. Побоимся вот чуть-почуть. И погнали дальше. Давайте пикаем в командный бой, в надежде, что у нас будет, может быть, даже какая-нибудь, ну такая, не самая лучшая команда, чтобы показать вам превосходство этого шафта. Если вы на нем еще не играли. Для меня, кстати, с этим шафтом все-таки лучше играть не на Крусейдере, а на Оресе. Потому что, как по мне, Орес сейчас супер-мега-метовый и на нем можно прям очень комфортно играть и нагибать. И, кстати, наверное, в рамках этого боя я все-таки сейчас возьму Ореса, потому что это Дюссельдорф. А на Дюссельдорфе на Оресе можно показать очень жесткий результат. И я думаю, что мы даже еще и переоденем дрончика, дабы у нас был полностью обзор на шафта с триплетом. Это мы возьмем сейчас еще сверху Кризиса, который, как по мне, является тоже супер-актуальным на этом устройстве с шафтом. И посмотрим, что у нас из этого выйдет. Берем Орес, берем Дрон Кризис. Ну и полетели БМСить, полетели БМСить. Надеюсь, что сейчас все у нас получится. Пушим сразу фланг, играем от дроповых овердрайвов, которые падают слева и справа. Если забираем один из овердрайвов, то можем сразу же очень неплохо выпустить его либо на вражеский спаун, либо от овердрайва точки через центр. Посмотрим, как это будет лучше работать. Так, нам раздают криты. Аккуратненько с критами накидываем тычечки. Добавляем еще сверху. Но под критами этот шафт, ну это просто сказка. Это просто сказочка. Ты можешь на респе здесь наносить безумно большое количество урона. И это еще при том раскладе, что у меня есть супер-сильный овердрайв, которым я могу еще килов тоже сверху надавать. 10 на 2, старт. Просто чисто старт боя, 10 на 2. Ну и кризис хорош очень тем, на рейсе тем, что вы можете с респа прожать нетру, быстро очень добраться до нужной точки на карте для вас. И уже с этой точки начинать разыгрывать ДАшку, ДДшку. То есть на ДДшке переключились, у вас супер большое количество урона наносится. И вы делаете 3 выстрела, вот например таких 3 быстрых выстрела, потом у вас когда идет кулдаун, вы переключаетесь на ДАшку, либо на нетру, в зависимости от того, что вам нужно. И потом обратно переключаетесь на ДДшку. Да, то есть с точки зрения траты вашей расходки очень много уходит. Но, я как уже говорил, Дрон Кризис это не тот дрон, на котором нужно считать свою расходку. Так, и вижу более-менее неплохой тайминг, на котором можно прожать овердрайв. Вжимаем его, смотрим что он там дает. Бабки какие-то... Ааа, лаг сервера произошел. Блин, ну почему вот именно в такие моменты происходит лаг серва, когда я наносил урон по 3 танкам противника на шарике. И по итогу ничего у нас жесткого не залетело. Ну ладно, ничего страшного. В принципе в этом нету. Единственное на рейсе, что я могу сказать, мне немножечко некомфортно то, что корпус вот именно в повороте, когда ты шафтом даешь, он как-то очень непредсказуемо себя ведет. Да, то есть мне как-то этот момент некомфортен, и я немножко иногда теряюсь и не понимаю, куда мне дать тычечку. С нами в каточке Назарчик. Назарчик, если ты смотришь этот видеоролик, Назарчик, здоровочки, здоровочки, Назарь, я тебе тоже очень сильно рад. Поэтому давай выиграем эту каточку. У меня 75% уже овердрайва есть. 10 минут остается у нас до конца этого боя. Попробуем сейчас набейтить сразу хороший урончик. Здесь на бачочек, на добивочку, добавочку. Шафт должен здесь нам еще пару киллов давать смело. Блин, я бы сейчас бежал бы этот овердрайв. Но это супер рисково, когда у меня 0 хп. Лучше я этого делать не буду, но 25 киллов у меня уже есть. 25 киллов в рамках такого боя. Я считаю, что это очень и очень хороший результат. Падал ли у нас овердрайв здесь где-то? Хик его знает, надо посмотреть. Может быть есть? Нет. А, вот здесь есть овердрайв. Ну ладно, там уже тиммейт забирает его. Так, я вижу трех противников на линии, поэтому я пускаю шар. В надежде, что сейчас эти все три противника улетят на респ. Один только улетел, других, я так понял, что сбридил противничек. Вернее, тиммейта наши сбридли. Так, ну и здесь даже вот в такой ситуации я бы скорее всего переигрывал этого бы хори шафта и сумел бы его бы отрезать. Блин, это наш тиммейт. Я уже испугался, думал, что это противник. Так, накидочку по титанчику контейнтовую даем. Пикнет ли он? Мне, походу, больше не пикнет. У него 0 хп осталось и пикать он уже больше, к сожалению, не хочет. 30 киллов! 30 киллов! Давайте попробуем здесь сделать, ну хотя бы какую-нибудь сороковочку. Остается у нас еще треть катки. Если смотреть с точки зрения киллов. Так, ну и бэмсим, бэмсим, бэмсим. Добиваем где-то голдик. Ой, торт летит! Торт летит! Офигеть! Офигеть! Да ну нафиг! Да ну нафиг, торт летит! Жесть! Я впервые сейчас увидел торт. Офигеть! Просто офигеть! Жесть! Вот это жестко сейчас было. Я еще ни одного торта не видел. В рамках этого замечательного ивента. Ну вернее, не ивента, а как бы дня рождения нашей игры. Потому что день рождения нашей игры происходит со всякими лагами и багами. Но надеюсь, что сейчас наше день рождения как раз таки уже пойдет в нормальном ключе. Так, и у меня есть овердрайв. И я видел там супер жесткую линию. Поэтому я иду на линию. Я иду на линию и готовлюсь запускать супер контентовый шарик. Который может на этой линии дать безумно большое количество киллов. Главное просто его там выдать. Если противник еще под него будет открываться, под эту линию. Будет вообще великолепно. С двух тычек сбриваем двух типов. Ну вернее одного типа, второго. К сожалению, быстро добили. Так, и линия контентовая. Вылетает. Ой-ой-ой. Чуть-чуть по кнопкам ошибся. Но наш овердрайвик еще... Ой-ой-ой, хорошо на бенсил. Хорошо на бенсил. 41 килл у нас есть. Отлично. У второго места 22. У нас 41. За 8 минут. Боя. При том, что это ТДМ. Я считаю, что это очень хороший результат. Ну и вообще, в целом, для вот этой комбинации, Дюссельдорф является просто лучшей картой. Просто лучшей картой. И на этой карте можно давать и 80 киллов закатку, если это у вас осада, либо если это у вас там какой-нибудь ЦП регби. Если полный бой у вас идет, то можно и по 80 киллов давать с этой комбины и очень жестко нагибать противничка. Поэтому, если вы вдруг еще не катали на этом шафте, настоятельно рекомендую на нем поиграть. Но, если у вас его нету, покупать его очень рисково. Его 100% занерфят, потому что он нереально жесткий. Прям нереально жесткий. Но если он у вас есть, кайфаните, поиграйте, понагибайте, я думаю, что вы получите очень большое количество эмоций от этого вооружения. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Пишите, что вы думаете по поводу этого замечательного шафта. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте внизу. Мой личный тег создатель, это тег TeamP. Устанавливайте его, поддерживайте меня, если вы закидываете в нашу замечательную игру и участвуете в розыгрыше на миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok